Бабочка-убийца. Насекомые не щадят урожай горной черники в Закарпатье. Уничтожены уже сотни гектаров. Чем это грозит местным жителям и можно ли спасти урожай? Разбирались наши корреспонденты. Это Боржавские полонины. Здесь находятся самые большие плантации черники в Закарпатской области. На сбор урожая сюда приходят тысячи человек. И мал, и стар. Местные называют ягоду яфиной. Ей яфины... Сабо. Чумо. Мушка пуила, то всё. В этом году склоны гор словно покрылись ржавыми пятнами. Больше половины кустов черники уничтожили насекомые, сетует Владимир Васильевич. Для местных это большая проблема, ведь часто сбор ягод – единственная возможность хоть как-то подзаработать. Пенсия. Мужцы ходят. Судьба заставляет. На грибы, на яфины, на то всё, мужцы заработать. У меня не пять тысяч. Тысячу восемьсот пенсии, то... Мали за всё платить. Всё поднимается от сына. Яна пришла собирать ягоды вместе с сыном. Целый отпуск, кто пришел, они тут заработают. Вы взяли отпуск специально, чтобы собирать ягоды? Да. Брощи заработаю. Складу их и что-то куплю. Чтобы собрать вот эти ягоды, Руслану пришлось потратить полдня и прочесать несколько километров кустов. Слава, ей дуже. Сколько килограмм? Семнадцать. Сколько заработали вы за сегодня? Пятьсот девяносто пять. А вот и она, виновница неурожая черники, серая бабочка. Ещё будучи гусеницей, она объедала кусты, а теперь, повзрослев, летает здесь целыми облаками. Это металлик, металлик из родины Пьедуньев. Методы регуляции чисельности и с этим видом в дикой природе ещё не разработаны. Выкористовывая химические препараты против этого вида, мы знищим всё живое. В этом году урожай черники уже не спасти, сокрушаются учёные. Но в следующем популяцию бабочек должна отрегулировать сама природа. Там, где много насекомых-вредителей, появляется больше тех, кто питается ими. Константин Редин, Марина Коваль, Юрий Ковалёв. Подробности телеканал Интер Закарпатская область.